Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Вот главные темы к этому часу. С сегодняшнего дня по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно получат тысячи родителей в Алтайском крае. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Накануне профессиональный праздник отметили работники органов ЗАГСа. Их в Алтайском крае 167 человек. Подробнее в нашем выпуске. Народный каток появился в парке Юбилейный. Местные жители своими руками расчистили площадку, украсили искусственной елкой, сделали лавочки и столик. У Петровича такое название получил новый каток. Алтайский край в 2020 году выполнил все обязательства по индивидуальной программе ускоренного социально-экономического развития. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил по итогам совещания под руководством главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. Напомним, по индивидуальной программе социально-экономического развития предусмотрено финансирование различных мероприятий по развитию экономики, инфраструктуры, социальной сферы края. На это из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей ежегодно по миллиарду. Мы на 100 миллионов дофинансировали фонд развития Алтайского края, предоставив последующим из этого фонда нашим предпринимателям льготные кредиты. Точно так же дофинансировали фонд микрозаймов, с помощью которого малые, небольшие предприятия получают тоже льготные кредиты под 1% годовых на период от 5 до 7 лет. На выделенные из федерального центра средства построили дорогу на улице Взлетной в Барнауле, начали строительство школы в поселке Спутник. В рамках этой программы состоялась передача из краевой в федеральную собственность автодороги, проходящей от Барнаула до границы с Казахстаном. Высвободившиеся деньги, которые ранее край тратил на содержание этой дороги, пойдут на остальную дорожную сеть нашего региона, сообщил Виктор Томенко. И добавил, что работа по индивидуальной программе развития региона продолжится и в следующем году. Строительство нового корпуса городской поликлиники номер 14 идет с опережением. Это один из самых серьезных и крупных объектов Краевого министерства здравоохранения за последние 5 лет. В нем будут заниматься около 73 тысяч жителей индустриального района. По словам главного врача, в четырех старых филиалах лечить пациентов некомфортно. Они не соответствуют действительности. Когда лицензировались, когда получались санэпид-заключения, требования были намного ниже, чем сейчас. Узкие коридоры, которые там есть, очень маленькие кабинеты, и оставлять их было бы не совсем правильно. Сейчас на объекте работают 46 человек. В основном оконщики и каменщики. Кирпичную кладку нельзя производить при температуре ниже 25 градусов, но погода еще позволяет. Общая готовность в районе 29%. Выполнен конструктив здания. Кирпичная кладка наружных стен. Заполняются оконные проемы. Выполняются не только работы по конструктиву этого здания, но и сети наружные. Наружные. Бытовая канализация, линиевая канализация, теплотрасса. Вот на сегодняшний день, если посмотреть, то где-то находится тоже в степени готовности 30%. Это наружные сети. Поликлиник устроят за счет средств краевого бюджета. С учетом оснащения оборудованием это более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. По контракту работы рассчитаны на 3 года до декабря 2022. Ближе к этой дате начнутся отделочные работы. Мы сегодня идем с опережением графика. У нас еще впереди 2 года и мы не знаем, что с нами. Этот год внес большие коррективы в плане работ, рабочей силы. Есть на сегодняшний момент большие проблемы с рабочей силой. Особенно из ближнего зарубежья к нам не приехали. Поэтому сейчас идет корректировка на рынке труда. Однозначно сказать нельзя. Сегодня по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно получили тысячи родителей в Алтайском крае. Речь об исполнении указа президента России Владимира Путина, озвученного в ходе недавней пресс-конференции. Подробнее об этом рассказал Борис Трофимов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю. Указ был издан в ночь после выступления президента. Ночью мы провели селектор с федерацией. И утром в пятницу уже мы знали массивы. Это около 200 тысяч ребятишек до 7 лет. На территории отделения находилось около 15 человек. Практически я там ночевал. Вот сегодня с 8 часов все банки, наши земляки открывали счета в 87 банках. Ну 93% это в основном, конечно, сберегательный банк. Проинформировали, что деньги поступили, деньги зачислены. И родители, опекуны могут уже делать новогодние президентские подарки. Отметим, что небольшая часть граждан с некорректными расчетными счетами полагающиеся им выплаты не получили. Таким родителям и опекунам следует обратиться в свое отделение Пенсионного фонда, либо на портал Госуслуг. Продолжаем выпуск. Все больше алтайских школьников получают круглосуточный доступ к библиотечным ресурсам. Переход от традиционных форм к библиотечно-информационным центрам происходит в рамках федерального проекта развития образования. Этой весной Алтайский институт развития образования провел конкурс по модернизации краевых школьных библиотек. Победила команда Барнаульской гимназии номер 42. Она представила проект создания центра по образованию детей в сфере IT. Библиотечный информационный центр работает 24 на 7. То есть информация для детей предоставляется практически круглосуточно. Теперь с помощью специальных приложений ученики и педагоги смогут создавать книги с дополненной реальностью. Они добавят к тексту звуки и другую дополнительную информацию. Например, у нас открытый Яндекс.Лицей, где дети учатся программированию. У нас ведутся занятия по робототехнике, по многим другим направлениям. И сейчас получается, что у нас есть желание, есть учителя, которые готовы учить детей чему-то новому, но нет того места, той базы, где это можно реализовывать. Скоро технику, с которой школьники получат доступ к удаленным информационным ресурсам, передадут в гимназию. Она уже поступила в Алтайский институт развития образования. Это новые формы хранения, использования и распространения информации. Прежде всего удаленных ресурсов, таких как президентская библиотека, национальная электронная библиотека, национальная электронная детская библиотека и других образовательных ресурсов, порталов, которые востребованы нашими педагогами и учащимися. Библиотечно-информационные центры уже нашли своих постоянных читателей. Они оценили их новые возможности. Сейчас однозначно станет проще и лучше обучаться, выполнять какие-либо работы, потому что не у всех учеников есть возможность дома, дистанционно. А тут сейчас всегда под боком будет библиотека. Анна Москаленко, Юлия Шеламова, Роман Хайрулин. Новости. Накануне профессиональный праздник отметили работники органов ЗАГС, документально подтверждающие гражданско-правовой статус человека. Их в Алтайском крае 167 человек. Подробнее расскажет Анна Москаленко. Кажется, будто каждый рабочий день для сотрудников ЗАГСа – праздник. Соединяют сердца, пусть и только документально, они всегда при полном параде. Марина Карамыслова, главный специалист отдела ЗАГС по центральному району Барнаула, рассказывает, по пятницам в их отделе по 12 регистраций брака. Мы начинаем готовить свое рабочее место и, конечно же, приводим себя в порядок. Соответствующая и прическа, и макияж, и как ты одет – это очень важно. И ждем наших граждан, и пытаемся им помочь в их непростых, порой сложных ситуациях. И рады, когда они довольны, когда на их лицах улыбка. И они во многих случаях, конечно же, счастливы, потому что время непростое. В этом году сотрудники краевых отделов ЗАГС зарегистрировали больше 11 тысяч браков. Это на 2000 меньше, чем в прошлом. Помешала пандемия, рассказывают специалисты. Апрель и май вообще запретили бракосочетание. Кроме исключительных случаев, таких как, например, беременность или срочный выезд за пределы населенного пункта. Сначала молодоженов пугала перспектива проводить церемонию бракосочетания в масках и с ограниченным количеством человек. Сейчас пара относится к этому проще. Поскольку у всех действительно был сложный год, все-таки завершить его каким-то хорошим событием. И уже предновогоднее настроение. Поэтому все-таки, несмотря на все запреты и внешние обстоятельства, все-таки декабрь. Конечно, для родственников пышное торжество мы проведем позже. И с размахом отметим уже на годовщину свадьбы. Сегодня родственникам отправим видео и фото с регистрации. Сотрудники органов ЗАГС прежде всего совершают юридический акт. Но все-таки и напрямую участвуют в столь сакральном мероприятии. И от них в большой степени зависит настроение молодой семьи. Они соединяют сердца, несмотря на то, что они соединяют их юридически, вызывая правовые последствия от этого акта гражданского состояния. Конечно, те эмоциональные настрои, которые есть у руководителя или у сотрудника органа ЗАГС, которые регистрируют брак, они очень влияют на саму процедуру и на само это мероприятие, на настроение тех людей, которые пришли заключить этот брак. Однако обязанности сотрудников ЗАГСа выходят далеко за пределы регистрации и расторжений браков. Именно они фиксируют рождение, смерть, установление отцовства, перемену имени. И за этот год актов гражданского состояния в регионе уже зарегистрировано более 80 тысяч в 66 отделах ЗАГС по Алтайскому краю. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости. И в завершении выпуска о спорте хоккеисты Динамо Алтая начали домашнюю серию игр против Чебоксар с уверенной победой. Волейболисты университета вновь проиграли Пермской Каме. Алтайский край впервые в истории провел этап Кубка России по зимнему триатлону. Об этом мы не только расскажем прямо сейчас. 20 декабря в рамках первенства ВХЛ хоккеисты Динамо Алтай сыграли свой первый домашний матч в серии против Чебоксар. Перед началом встречи гости были фаворитами. Однако барнаульцы сделали игру еще в первом периоде, забросив три шайбы, еще две во втором и, как итог, 5-0 победа хозяев. Следующие игры пройдут 21, 23 и 24 декабря в 19.00 на Титов-арене. Волейбольный клуб «Университет» вновь проиграл Пермской Каме в рамках чемпионата России высшей лиги А. Если в первом матче барнаульцы сделали камбэк, но все равно проиграли, то во втором поединке первую партию выиграли хозяева, а дальше начались качели. И, как итог, подопечные Ивана Воронкова проиграли со счетом 3-2. Университет постарается реабилитироваться в следующих домашних матчах, которые пройдут 21 и 22 декабря против «Магнитки» из Магнитогорска. В субботу, 19 декабря, на базе горнолыжного комплекса «Берлога» в Тигуне Заринского района состоялся финал Кубка России по зимнему триатлону. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 10 регионов России. Алтайский край впервые провел соревнования такого высокого статуса в зимней разновидности триатлона. В категории «Эксперт» наши спортсмены медали не заработали, а вот на стартах в рамках чемпионата Алтайского края на дистанции 3 километра бег, 5 километров велогонка, 5 километров лыжная гонка. Среди мужчин первое место занял Крюков Иван, среди женщин первое место у Татьяны Игнатовой. Народный каток появился в парке «Юбилейный» благодаря инициативе бабушек и одного дедушки. Всего за четыре дня своими руками они расчистили снег, как спилили лишние сучки и ветки, а также украсили место для отдыха ручными поделками, искусственной елкой и многим другим. Мы взяли две лопаты, топорик маленький, ножовку и идем сюда. И потихоньку стали расчищать, рассчищать, смотрим, как пивоварка-то превращается в большой каток. Люди идут мимо и говорят, а что это вы тут делаете? Мы говорим, да каток делаем. Вон будет каток у Петровича. Они говорят, а можно мы к вам подойдем и будем тоже помогать вам? Мы говорим, вот лопата свободная. Уже люди приходят в субботу, в воскресенье, катались на коньках. Так здорово, так весело, так интересно. Нам некогда скучать, нам некогда болеть. У Петровича именно такое название получил каток. Даже есть лавочки и столик, все для комфорта катающихся. А в будущем планируют проводить небольшие праздники. Сейчас на каток может прийти любой желающий и насладиться уютной атмосферой. К этому часу пока все. Итоги дня подведем, как всегда, в 20.30. Не переключайтесь.